Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на предпоследней торговой сессии. Собственно, как и всегда, мы анализируем события минувшего торгового дня, смотрим, какие интересные движения на финансовых рынках имели место быть и параллельно еще стараемся спрогнозировать, как отчеты грядущие, статистика по плану и по содержанию экономического календаря, как эта статистика может дальше повлиять на движение финансовых активов. Прежде чем перейти к разбору полетов минувшего дня, я хочу, друзья, с большим удовольствием для себя поздравить всех тех, кто вместе со мной поставил на укрепление канадского доллара. На мой взгляд, это было предсказуемо. Может быть, с точки зрения аргументации мы действовали предвзято, то есть я допускаю наличие такого напускного позитива, старался объяснить, какого сценария может придерживаться канадский регулятор, на что он может опираться, чтобы поднять опроцентную ставку и принять решение об ужесточении монетарной политики. Так вот, сейчас уже с оглядкой назад мы получили то, что хотели. Я бы даже сказал, что по позитиву и настрою дальнейшего роста канадца мы получили больше, чем хотели, потому что канадский регулятор подтвердил, что темпы повышения ставок будут лишь чуть-чуть уступать активности Федрезерва, тоже, как вы знаете, разгоняющего ключевые процентные ставки. В моменте реакция канадца предполагала и, в принципе, мы увидели этот резкий рост и укрепление, больше, чем на 100 пунктов. В частности, если говорить про пару доллар-канадец, по-моему, пиковые, скажем, значения с локального максимума до минимума превысили 110-120 пунктов. Если говорить про пару еврокат, друзья, отдельно вот я выписал уровни, лоу был зафиксирован на отметке 1,4775. И цель, которую я с вызовом, в том числе и для всего рынка, поставил, это поддержка 1,4775, я не думал, что мы реально можем предпринять вместе с прочими продавцами, европейца против канадца, попытку добраться до этого уровня так скоро. Но в итоге этот уровень, собственно, был протестирован 1,4775, ну, скажем так, 1,48. Сейчас пара откатила, но у нас, видно, повестки еще и заседания Европейского центрального банка. И в начале этой недели, когда мы с вами оценивали перспективы евро против канадца, у нас также было два основных фундаментальных катализатора. Один мы уже отработали, переварили, это решение Банка Канады по процентной ставке. Еще точно такие же действия, которые предполагают пересмотр параметров денежно-кредитной политики, только уже со стороны Европейского центрального банка. И сегодня мы будем следить за этим фундаментом. Если из европейской валюты, с риторикой драги все будет так, как мы прогнозировали, то, соответственно, давление на пару еврокат возрастет в разы, и мы сможем протестить вот эту заветную поддержку 1,47. Замахиваться на нечто большее я не рекомендую. То есть, если мы сделаем, собственно, этот уровень, можно будет смену закрывать короткие позиции. Возможно, друзья, для тех, кто не хочет рисковать и предпочитают, собственно, синицу в руках, нежели журавля в небе, можно даже пофиксить. Сейчас, я думаю, что профит все равно должен устроить, ведь это была попытка торговать канадцам, сопряженная с очень большим риском, и удача нам улыбнулась. В данном случае это нечасто происходит, но все-таки случается. В целом, по основным другим финансовым инструментам тоже все складывается довольно неплохо. мы видим и усиливающееся давление на и британца, и на европейскую валюту. Мы видим то, что в целом снижается и австралийца. Параллельно чувствует себя неплохо американская валюта. Американские фондовые индексы, европейские фондовые индексы находятся в затяжном нисходящем пике. Это тоже в соответствии с нашим прогнозом. И отдельная история, конечно же, нефтянка, которая продолжает переписывать локальные минимумы. Вот уже мы на пороге теста поддержки 75 долларов за баррель. То ли еще будет. Друзья, мы дождались развития коррекционной динамики. Самое главное, не сверните на полпути. То есть, вместе со мной давайте искать эти факторы, которые снижают, собственно, нефть. И вместе со мной ставить на то, что мы увидим гораздо более дешевое сырье. Причин до миллиона вообще. Любую можно взять, ее развернуть и, в конце концов, убедиться в том, что только такой посыл на рынке нефти сейчас может быть. Это посыл продажи и бренда, и WTI, что мы, собственно, и делали, продавая эти инструменты. К повестке сегодняшнего экономического календаря в 14.45 ставки Европейского центрального банка, я надеюсь, что вы уже подкованы настолько, что можете прикинуть, изменятся либо не изменятся процентные ставки, будут ли их пересматривать. И, знаете, то, что в рамках ЕЦБ сейчас мы не ждем какого-то чуда, потому что очень рано еще вмешиваться в такие основные параметры денежно-кредитной политики, прежде чем как-либо начнут изменяться процентные ставки, нужно сначала окончательно выйти из программы количественного смягчения. А это по планам должно произойти до конца 2018 года. В 14.45 я не жду какой-то резкой волатильности. Традиционно на ставке рынок реагирует довольно холодно, поскольку изначально трейдеров интересует пресс-конференция. Она состоится через 45 минут после этого. В 15.30 по Москве будет вещать. Дорогие отвечаем на вопросы, сначала обрисовывая перспективы монетарной политики, лично, в принципе, исходя из заготовленной речи. Но если рынок не услышит то, что нужно, то, что хочется, будут заданы вот эти острые каверзные вопросы общественности, ему придется на них отвечать. Завтра, я уверен, друзья, мы с вами обязательно будем говорить о том, что с программой количественного смягчения должно произойти и что по планам ОИЦБ касательно процентных ставок. Я надеюсь, вы помните, что я отношусь к категории трейдеров, которые продают евро, и я, собственно, из недели в неделю продолжаю вам аргументировать свою позицию. Мягкая монетарная политика – это далеко не определяющий сейчас фон, из-за которого евро может слабеть. А сейчас более актуальная тема у нас связана с итальянским бюджетом и отсутствием компромисса между Италией и Еврокомиссией. Мы об этом сейчас поговорим, потому что отдельно сегодня хочу забрать ситуацию, которая складывается на европейском фондовом рынке. В частности, вчера я давал рекомендацию о продаже DAX, то есть в тикетах Аммаркетс это ГЕР-30, индекс немецкого. Там было много причин, из-за которых, в принципе, этот индекс валится уже с начала октября, но сейчас этих факторов стало еще больше. И я думаю, друзья, то, что мы сможем ориентироваться на еще большее распродаже. Ну а начнем давайте с нефтянки 75,53, котировки закрытия минувшего торгового дня 75,70. Сейчас мы видим непосредственную близость от отметки 75 долларов за баррель. Очень хочется ее протестировать уже, потому что это круглый рубеж, это планка, относящаяся к категории психологических. И если мы бы руководствовались техникой, конечно же, мы бы понимали, что пробой этого уровня открывает дороги для еще большего нисходящего движения. В данном случае мы закрыли вчерашний день тоже с снижением, друзья. Распродажи нефтянки продолжаются довольно длительный период времени. Вчера основным катализатором, как и ожидалось, выступил от администрации энергетической информации по запасам нефти США. Собственно, по статистике, думаю, что вы все уже знаете, с какими цифрами мы работали. Запасы в очередной раз выросли. Повторяю, это пятая неделя подряд роста, плюс 6,3 миллиона. В совокупности сейчас запас составляет около 420, по-моему, 5 миллионов. Это максимум за последние полгода. И реакция была нормальной, правильной, то, что активы стали продавать. Но я думаю, то, что вы заметили наверняка, что несколько, скажем, замедленное это было движение, приторможенное, скажем, в действии. Что-то вот тяготило все-таки трейдеров, не позволяя вот навалиться, как это было, к примеру, неделю назад, на невезьянку, отыгрывая рост запасов нефти США. Был компенсирующий фактор, это совокупный рост запасов, точнее, сокращение запасов бензина и дистиллятов. В совокупности это сокращение составило около 7,1 миллиона. Но больше я предлагаю даже не держать в голове эту статистику, потому что это не суть. Важно то, что мы продолжаем работать с факторами, обусловливающими рост запасов нефти. И эти факторы на рынке никуда не деваются. Поэтому, скорее всего, и в следующей неделе у нас будет тоже отчет со знаком плюс уже шестая неделя подряд. Мы будем готовы, друзья, к тому, чтобы на основании этих данных оказывать еще большее давление на котировки нефти. Да и кроме запасов факторов это снижение очень много. Напоминаю, это панические распродажи буквально всех мировых фондовых секций. Ну, возможно, локомотивом Амвала является сейчас американский фондовый рынок. Серьезная коррекция. Я думаю, что это даже не коррекция, а сам настоящий нисходящий тренд. По принципу цепной реакции такие же распродажи быстро перекинулись на другие площадки. Европа тоже сейчас летит каким-то донным уровнем. Надеюсь, что вы не мудрили, друзья, и не покупали фонду тогда, когда не было для этого серьезных оснований и причин. Я рекомендовал ждать вот этой коррекции, разворота, потому что что американские фонды рынок, что европейские были давно перекуплены. И вопрос коррекции, это был вопрос лишь соответствующего фундамента, который спровоцирует, собственно, нисходящую динамику. Вернемся к нефти. Что мы еще отыгрываем сейчас? Это замедление темпов роста глобальной экономики. Намерение Сауэскара увеличить до конца этого года добычу на 300 тысяч Берли, то есть до 11 миллионов. Я думаю, что вы все понимаете, к чему это приведет для глобального предложения. Причин много. Выбирайте любую, какую хочется. Каждая из них обладает определенным удельным весом, скажем, воздействия на нефтянку. Но в совокупности они формируют только один фон, благодаря которому мы нефть продаем. Не вижу причин, из-за которых мы сейчас могли бы, собственно, развернуться по нефти, поджимая от нефтянку, также еще и роста доллара. 65-67 это курс доллара-рубля. Лично мне непонятно, для чего СНР сопротивляется, зачем старается удержать курсы рубля, потому что это безжалостная, скажем, трата важных ресурсов и ликвидности на поддержание текущих котировок, когда, в принципе, справедливая стоимость рубля находится уже гораздо ниже. Но я думаю, что, как это уже не раз бывало, друзья, собственно, усилий и активности ЦБ надолго не хватит. Это, соответственно, через несколько дней, я уверен, то, что ни о какой поддержке через интервенции речи уже быть не, мы уже не будем говорить, собственно, об этом. И если, собственно, котировки нефти продолжат снижаться, сейчас протестируя поддержку 75 долларов за баррель, то тогда нас ожидает то, что мы видели около полутора месяцев назад, когда на рубль вот возросло в моменте серьезное давление ряда факторов, и в результате мы, собственно, улетели довольно быстро выше 70. История повторяется, друзья, то же самое произойдет под занавес, я уверен, 2018 года. Надеюсь, что вы правильно подходите к оценке перспективы долгосрочных валютных активов и знаете, что у вас мутные времена грядут для российской экономики, для рубля. И поэтому находитесь в правильных позициях. Доллар и иена 112.08, несколько мы скорректировались с локальных максимумов, при этом особо не стоит, собственно, переживать, потому что американская валюта продолжает пользоваться поддержкой. Сильные статистики активности в сфере услуг, это релиз, который был опубликован вчера 54.7 с 53.5. Индекс активности в производственном секторе, также прирост с 55.6 до 50 практически 6, то есть 55.9. Это еще один серьезный фундаментальный позитив, который готовит нас к, точнее не нас, а Федрезерву, к неизбежному еще одному повышению процентной ставки. Возможно, доллар отступил из-за снижения доходности облиганских облигаций, десятилетки, в частности, отступили к отметке 3.12. Это минимальный уровень, собственно, с начала октября. Но я допускаю, что на доходности американских облигаций повлияли распродажи американского фондового рынка, потому что, если порассуждать, можно прийти к выводу о том, что американский фондовый рынок снижается из-за разочаровывающих квартальных отчетов. Возможно, пик по росту прибыли уже рынком Америки достигнут. Если мы впоследствии не увидим таких же динамичных темпов при росте выручки, это неизбежно скажется на замедление темпов роста американской экономики и может повлиять в будущем на решительность Федрезерву по процентным ставкам. Может быть, с точки зрения теории, очень абстрактное умозаключение, но оно имеет место быть и я считаю, что с таким подходом все-таки и такое допущение на рынке делается. Сейчас поэтому и десятилетки реагируют с отличающим снижением. Также вчера в интервью Wall Street Journal Трамп в очередной раз критиковал политику Джерома Пауэлла, сколько там достается в последний месяц, однако в целом ничего не меняется. Американский регулятор остается на пути роста процентных ставок, это, друзья, нам, собственно, и нужно. Поэтому 112.08 котировки сейчас, я думаю, что это уровни достойные для того, чтобы покупать пару долларов и иена, если вы еще этого не сделали. Расти мы будем, завтра у нас два важных отчета, это темпы экономического роста, годовые данные по ООП в США. И, кстати, сегодня у нас еще заказан товар лидерного пользования и завтра еще индекс расходов на личное потребление. Три вот этих релиза могут снова перезагрузить рыночные настроения и убедить трейдеров снова делать ставку на покупку американского доллара, даже против защитных оппонентов. Ну и, конечно же, рост доллара приведет к еще большей слабости риска. Американский фондовый рынок Low у нас был зафиксирован на отметке 24510 по индексу USA30. Друзья, я считаю, что очень быстро идет паническая распродажа, продолжается она уже вторую неделю подряд, возможно, даже стоит успокоиться и уже начать фиксировать позиции, выходить в кэш и довольствоваться тем результатом, который мы уже сделали. Если вы считаете, что текущего профита достаточно, прислушайтесь к моему комментарию и моей рекомендации. Если вы считаете, что американский фондовый рынок только в самом начале пути своего затяжного обвала, но хочу пожелать вам удачи тогда, держайте позиции, потому что для этого нужна, конечно же, смелость, ведь все американские фондовые индексы сейчас очень активно входят в влатильник, серьезно возросла, и даже с Low, который был зафиксирован вчера по USA30, 24510 пунктов, в принципе, рынок восстановился уже почти на 150 пунктов. В общем, если довольны текущим профитом, фиксируйтесь, если ждете больше, ну, давайте тогда ждать большего профита, я буду специально для вас анализировать то, что на американском фондовом рынке происходит. Немецкий индекс ГЕР-30, в частности, продолжаем тоже снижаться активно, мы уже близки к профиту, который был обозначен несколько брифингов назад. Я рекомендую по, собственно, немецкому и европейскому фондовому рынку сохранять короткие позиции, потому что здесь очень серьезный негатив связан с обсуждением итальянского бюджета. Вы помните, что позавчера Еврокомиссия отклонила проект бюджета, в частности, это произошло впервые за все время, скажем, наблюдений, потому что обычно проект получал подтверждение, поскольку укладывался в нормативы Европейского центрального банка, и этот проект Еврокомиссия принимала. Но поскольку у Италии сейчас прогнозируемый дефицит может составить 2,4% от ВВП, собственно, Еврокомиссия стала активно сопротивляться, потому что, конечно же, есть опасения того, что Италия переоценивает свои возможности, и в конце концов, рост долгов, долгового бремени, и в конце концов, усложнение процедуры обслуживания налговых обязательств, негативно отразится на самой Италии, снова приют паники в рамках европейских облигаций, и скажется негативными последствиями для всей еврозоны. Поскольку проект бюджета отклонили, мы с вами говорили накануне, что это может стать причиной новых разговоров евроскептиков о Италии, то есть выхода Италии из состава ЕС. Многие вообще не касаются сейчас этой темы, потому что считают крайне маловероятно, что события пойдут по такому сценарию, но мы должны держать прозапас сам невероятный сценарий, потому что на финансовых рынках за последние 2-3 года происходит то, что, в принципе, не должно было произойти, начиная от Брэгзита и кончая, собственно, победой Трамп. Однако именно такие вещи и случаются. На немецкий индекс еще серьезное влияние оказал обвал акций Дойчбанка, в частности, они сейчас находятся на минимальных исторических значениях. Вчера просадка превысила 5%, но банковский сектор, конечно же, оказывает определяющее воздействие. Ну, прежде всего, если мы с вами рассуждаем о перспективах немецкого индекса. Доллар-канадец уже в целом поговорили, так же, как и про евро-канадец. Я хочу лишь подытожить то, что мы слышали по факту вчерашнего заседания Банка Канады, отметив то, что Банк Канады не просто повысил процентную ставку, но и, в принципе, позначил намерение того, что дальнейшие повышения ставок могут происходить более высокими темпами. Прогнозы экономического роста пересмотрены с повышением. На третий квартал ожидается рост до 1,8% с 1,5%, на четвертый квартал до 2,3% возможно. Экономическое решение в целом по 2017 год планируется закрыть на отметке 2,2%. Очень сильные показатели. Я думаю, что Канада выйдет на такие уровни. По факту выступления Стивена Полоза и Каролину Вилкинс услышали, лишь то, что, как и предполагали, последний провальный отчет по инфляции – это статистическая погрешность. Инфляционные ожидания остаются довольно устойчивыми. Экономическая конъюнтура находится в хорошем состоянии, рынок стабилен, домохозяйство вносит вклад в экономический рост и, в конце концов, есть еще и положительные ожидания по дальнейшему росту заработных плат. В общем, все классно, так же, как и в рамках Федрезерва, в рамках американской экономики. И так же руководство Банка Канады очень много говорило про достигнутое соглашение, именно связка Канады, США и Мексика, отметив то, что достижение компромисса снижает серьезный вопрос политической неопределенности и фактически позволяет готовиться Канаде к новому периоду бума промышленности, который действительно может последовать, если ничего не изменится в плане торговых отношений и партнерских связей. Как мы все это можем использовать, считаю, что канадец продолжит укрепляться, друзья, даже несмотря на то, что происходит с долларом, то, что там у нас тоже позитивный фон, который логично было бы отыгрывать. Но перспектива дальнейшего роста процентных ставок в Канаде, возможно, даже еще одно решение мы получим уже на декабрьском заседании, позволяет мне верить больше в рост канадца. Я считаю, что, как было отмечено, пара USDCAD будет все-таки постепенно стремиться к поддержке 1.25, а что касается пары EURCAD, то там у нас цель 1.47. Хочу пожелать и себе, и вам, друзья, удачи. Если вы разделяете такую же позицию по канадцу, думаю, что мы сможем сделать эту цель. По евро-доллару 1.1407, в принципе, нисходящая динамика сохраняется. Вчера куча индексов активности в производственном сфере услуг разочаровали. Плохой сезон квартальных отчетов, сегодня заседание Европейского центрального банка и ожидание мягкой риторики драги, потому что инфляция низкая, потому что сохраняются торговые неопределенности в глобальной экономике. Есть еще системные внутренние проблемы, связанные с Брейдситом и с Италией. Думаю, что нужно придержать лошадей Европейскому центральному банку и уж точно убрать возможное действие по росту процентных ставок на конец 2019 года. Это в лучшем случае, а может быть даже и на 2020. Британец тоже под давлением 1.2887. Друзья, продолжаем ставить на еще большую коррекцию, потому что вчера на рынке активно заговорили о реальном вотуме, недоверии, которым может быть оказан Тереза Мэй. Мы допускали это уже очень давно, но, судя по всему, этого сценария уже не миновать. Соответственно, ждем такого развития очень нерадужного политических страстей в рамках Англии. Нам это нужно, потому что мы нуждаемся в катализаторе обвала британской валюты. Думаю, что получим. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошая вам торговая сессия. Не забывайте, что сегодня нас ожидает жаркий день по факту заседания Европейского центрального банка. Как и всегда, контролируйте риски и заранее ставьте уровни 100%. Это очень важно. Увидимся с вами завтра в 9.30 по московскому времени. Также будем анализировать события и то, что происходит на финансовых рынках в моменте, прямо сейчас. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok